Кара Хантер Вся ярость Посвящается моему брату Марку Пролог Ночь такая теплая, что окно у нее открыто Тюлевые занавески лениво трепещут от едва ощутимого дуновения летнего зноя В квартире горит свет, но только в гостиной Вот откуда он узнал, что она одна И еще играет музыка Не громко, но он совсем рядом и потому слышит ее Сначала это его пугало, то что он может выдать себя, если подойдет слишком близко Но теперь он спокоен Даже в светлое время суток повсюду стоят такие фургоны, как у него Их перестали замечать Даже люди наблюдательные, такие как она Он еще чуточку открывает окно Должно быть она собирается куда-то идти, потому что музыка быстрая, энергичная, бодрая А не тот ленивый джаз, который она обыкновенно предпочитает Он закрывает глаза, стараясь представить себе, что она собирается надеть Что она как раз сейчас натягивает на свою кожу Еще влажную после души, которую, как он слышал, только что приняла Не черное платье с бисером, такое облегающее, что он может мысленно представить себе все изгибы ее тела Если бы она собиралась поужинать со своим никчемным дружком, то не стала бы слушать такую мусорную музыку И не со своими родителями, если бы те приехали в Оксфорд, он увидел бы их машину Нет, этот вечер она собирается провести с подругами Из чего следует, что она выберет что-нибудь менее откровенное, что-нибудь сдержанное, вежливо намекающее на недоступность Возможно, синее, с широкими рукавами Из тканей, которую называют газом Раньше он этого не знал Красивое платье, нейтральное И одно из ее любимых Ничего этого она ему не говорила, он сам все узнал И сделать это оказалось совсем нетрудно Достаточно только наблюдать Наблюдать, ждать и делать выводы Иногда достаточно всего несколько дней Однако, такие случаи редко приносят удовлетворение Это же дело тянется больше трех недель Но он любит, когда все развивается медленно И что-то подсказывает ему, что она будет того стоить Как утверждается в рекламе шампуня, которым она пользуется И в любом случае он убедился на собственном опыте, что торопить такие вещи нельзя Именно тогда совершаются ошибки Именно тогда все идет наперекосяк Кто-то идет Он слышит стук каблуков по асфальту Шпильки Хихиканье Он чуть перемещается, чтобы лучше видеть И пластик сидения скрипит под ним На противоположной стороне улицы показываются две девицы В этой парочке нет ничего сдержанного, это уж точно Платье с блестками, ярко накрашенные губы Ковыряют на высоченных шпильках, словно шлюхи Дурочки уже здорово навеселе Раньше он их не видел, но это точно ее подружки Потому что они останавливаются перед ее домом и начинают рыться в сумочках Одна достает что-то и торжественно размахивает этим, громко заявляя Вот она, яркая розовая лента, на которой написано что-то блестящими буквами Но он не может прочитать что Впрочем, это ему и не нужно Он прищуривается Такое дерьмо он уже видел Это девичник Долбанный девичник С каких это пор ее интересует подобная дрянь Девицы нагнулись друг к другу И в их смехе и перешептываниях Есть что-то такое, от чего у него по спине пробегают мурашки беспокойства Господи Это не ее девичник Этого не может быть Он обязательно знал бы У нее даже нет кольца, он бы увидел Он подается вперед, стараясь рассмотреть получше Одна из девиц жмет на кнопку звонка так долго, что наверху распахивается окно Обязательно нужно так шуметь Она пытается выразить недовольство, однако в ее голосе звучит смех Она свешивается в окно и прядь длинных темных волос спадает на плечо Волосы еще влажные после душа У него пересыхает в горле Одна из девиц смотрит вверх и торжествующе вскидывает руки В одной она держит пластмассовую корону, а в другой розовый пояс Эй, смотри, что у нас есть Девушка в окне качает головой Хло, ты же обещала! Абсолютно никаких тряпок и никаких диадем Две девицы внизу заливаются хохотом Вообще-то этот чрезвычайно изысканный декоративный головной убор мой, а не твой Слегка заплетающимся языком говорит вторая девица А для тебя у нас вот эта штучка Она роется в сумочке и достает что-то И когда на это падает свет фонаря Он получает возможность хорошенько рассмотреть Ярко-розовая заколка для волос с выложенным блестками словом «Занята» Девушку в окне снова качает головой Ну чем я провинилась, что заслужила таких подруг, а? Она ныряет в комнату, слышится жужжание домофона И две девицы вваливаются в дом, продолжая хихикать Мужчина открывает бардачок Этой сучке повезло, что он не займется ее прямо здесь и сейчас Это положило бы конец их мерзкой бабской вечеринке Но он этого не сделает Ему нужно приятное возбуждение ожидания Он хочет этого даже сейчас Утонченное предвкушение, где важна каждая мелочь Как от нее будет пахнуть Какой она будет на вкус Какие у нее будут волосы А также сознание того, что он может получить все это, когда пожелает И единственное, что его останавливает Это собственная сдержанность Он сидит какое-то время, сжимая и разжимая кулаки Позволяя своему сердцу замедлить ход Затем вставляет ключ в замок зажигания И заводит двигатель Будильник звонит в семь Но Феет Эпплфорд вот уже час как встала Прическа, одежда, туфли, косметика Все это требует времени В настоящий момент она сидит перед зеркалом Накладывает последние штрихи туши, подводя брови Слышит, как мать окликает из кухни Надин, ты еще валяешься в кровати? Если хочешь, чтобы тебя подвезли, ты должна через 10 минут спуститься вниз Из соседней комнаты доносится недовольный стон И Феет мысленно представляет себя, как сестра переворачивается на другой бок И накрывает голову подушкой Постоянно одно и то же По утрам Надин просто безнадежно В отличие от Феет Та всегда готова заблаговременно Всегда полностью собрана Феет снова поворачивается к зеркалу И крутит головой вправо и влево Проверяя углы, подергивая прядь волос Поправляя ворот свитера Красивая И это не просто показная красота Она действительно красивая Очень красивая Феет поднимается на ноги И выбирает сумочку из нескольких висящих на двери Замшевую Ну на самом деле это не настоящая замша Но нужно присмотреться очень внимательно, чтобы это разглядеть Зато цвет как раз то, что надо Особенно вместе с этим жакетом Идеальный оттенок синего Адам Фаули 1 апреля 2018 года 09.15 Нормально? Не холодно? Я почувствовал, как Алекс вздрогнула, когда прибор прикоснулся к ее коже Однако она поспешно качает головой и улыбается Нет, все в порядке Медсестра отворачивается к монитору и стучит по клавиатуре В палате все приглушено Свет неяркий, звук глухой, словно под водой Вокруг бурлит своей жизнью больница Однако здесь, прямо сейчас, время замедлилось до сердцебиения Ну вот и готово Наконец, говорит медсестра и с улыбкой разворачивает монитор к нам Изображение на экране оживает Головка, носик, крошечный кулачок, поднятый, словно в приветствии Движение Жизнь Алекс сжимает мне руку, однако ее взгляд прикован к ребенку Вы видите это впервые, мистер Фаули, да? Продолжает медсестра По-моему, во время первого осмотра вас здесь не было? Несмотря на жизнерадостный тон, в ее голосе сквозит осуждение Понимаете, Адам тут ни при чем, спешит вмешаться Алекс Это я, я страшно боялась, вдруг случится что-то неладное, не хотела сглазить Я крепче сжимаю ей руку Мы это уже обсудили Почему Алекс ничего мне не сказала, почему не могла даже жить со мной до тех пор, пока не узнала точно Пока не узнала наверняка Все в порядке, говорю Главное то, что сейчас я здесь, и у ребенка все отлично Ну, сердечко стучит ровно, сильно, говорит медсестра, снова стуча по клавиатуре Развивается малыш нормально, а сейчас он именно такой, каким и должен быть на 22 неделе Я не вижу никаких причин для беспокойства Ловлю себя на том, что выдыхаю, я даже не заметил, что перестал дышать Мы родители в возрасте, мы прочитали все брошюры, сдали все тесты и все-таки Вы абсолютно уверены? Спрашивает Алекс Потому что я совсем не хочу, чтобы со мной случился... А мне... Сестра снова улыбается, тепло и искренне Все в полном порядке, миссис Фаули Вам не о чем беспокоиться? Алекс поворачивается ко мне со слезами на глазах Все хорошо, шепчет она Все будет хорошо На экране ребенок внезапно кувыркается Крошечный дельфин, резвящийся в серебристой темноте Итак, говорит медсестра, снова беря прибор Вы хотите узнать пол? Фиона Блейк ставит перед дочерью тарелку с хлопьями, но Саша ничего не замечает Она не отрывает взгляда от телефона с тех самых пор, как спустилась вниз И Фиона едва сдерживается, чтобы не высказаться В этом доме не принято приходить в обеденный зал с телефоном Не потому, что Фиона так приказала Они договорились, мать и дочь, что так делать не надо Фиона отворачивается, чтобы налить в чайник воды Но когда возвращается к столу, Саша по-прежнему таращится на этот чертов экран Неприятности? Спрашивает Фиона, стараясь скрыть в своем голосе раздражение Саша отрывается от телефона и качает головой Извини, просто Пэт сказала, что сегодня не пойдет в школу Ее уворачивала всю ночь Фиона строит гримасу Зимняя рвота? Вирусная инфекция, более известная в России, как желудочный или кишечный грипп Саша кивает, затем отодвигает телефон Похоже на то Вроде и совсем плохо Фиона придирчиво рассматривает дочь У Саши горят глаза, щеки слегка раскраснелись Если задуматься, она такая уже целую неделю Саша, ты хорошо себя чувствуешь? Выглядишь так, словно у тебя температура Она удивленно раскрывает глаза У меня? Я себя чувствую хорошо Честное слово, мам, я в полном порядке И умираю от голода Саша улыбается матери И тянется за ложкой В дежурной комнате полицейского участка Сэл Толдэйт Констабль Энтони Асанти пытается улыбнуться Выражения лица сержанта Гислинхэма Позволяют предположить, что получается это у него не очень хорошо И дело не в том, что Асанти лишен чувства юмора Просто юмор его не из серии кремовых тортов и банановой кожуры Вот почему ему никак не удается найти что-нибудь смешное В перевернутом вверх дном стакане с водой у себя на столе И еще он злится на себя за то, что забыл, какой сегодня день И почему, черт возьми, не проявил должной осторожности Ему следовало бы разглядеть нечто подобное за целую милю Самый молодой член команды только что закончил учебу прямиком из МЭД Столичная полиция Английский Metropolitan Police Отвечающая за территорию Большого Лондона Кроме района Сити С таким же успехом он мог бы написать большими буквами у себя на лбу Мишень для шуток И вот теперь все стоят вокруг, смотрят на него и ждут, как он себя поведет Покажет, что он парень что надо или же просто так себе Как считает констебель Куин Судя по презрительной усмешке, которую тот даже не пытается скрыть Хотя Асанти так и подмывает спросить Чью роль, горшка или котла, играет в этом сам Куин Имеется ввиду английская пословица Горшок над котлом смеется, а оба черны Русские эквиваленты Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала Или в чужом глазу соринку заметно, в своем бревна не видать Собравшись с духом, Асанти растягивают улыбку чуть шире В конце концов, могло быть и хуже Один придурок в первый день службы Асанти в Брикстоне оставил у него на столе связку бананов Так, ребята, говорит Энтони, обводя помещение взглядом, в котором, как он надеется, в должной пропорции Сочетаются мрачные иронии, и все это я уже видел Очень забавно Геслинхэм сияет, испытывая нескрываемое облегчение В конце концов, шутка есть шутка, а в этом ремесле нужно принимать шутки и самому подкалывать своих товарищей Но все-таки он еще не вполне освоился со своим новым положением, обусловленным всежанскими лычками И не хочет, чтобы его видели насмехающимся над кем бы то ни было И в первую очередь над единственным чернокожим членом команды Геслинхэм треплет Асанти по плечу со словами «Молодец, Тони!» После чего решает, что ему, пожалуй, лучше на этом закончить и направляется к кофеварке Адам Фаулия 1 апреля 2018 года 10.25 Ну и как все будет дальше? Алекс медленно усаживается на диван и закидывает ноги вверх Я протягиваю ей кружку, и она обхватывает ее пальцами Это ты о чем? — говорит Алекс, притворяясь простодушный, но с хитрым выражением на лице Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю А то мелочи, что я пол не знаю, а ты знаешь Алекс дует на чай, затем поднимает взгляд на меня, сама невинность И почему с этим должны возникнуть какие-либо проблемы? Я отодвигаю подушку и подсаживаюсь к ней Как ты собираешься сохранить это в тайне? Рано или поздно ты обязательно проговоришься Она улыбается Ну, до тех пор, пока ты не прибегнешь к своей печально знаменитой технике ведения допросов Полагаю, я уж как-нибудь смогу Увидев мое лицо, Алекс смеется Слушай, я обещаю держать в уме два списка возможных имен Хорошо, но... И не покупать ничего голубого Прежде чем я успеваю раскрыть рот, она снова улыбается и легонько толкает меня ногой И розового Я качаю головой, неубедительно изображая неодобрение Я сдаюсь Нет, неправда, говорит Алекс уже совершенно серьезно Ты никогда не сдаешься, ни при каких обстоятельствах И оба мы понимаем, что она имеет в виду не только мою работу Я встаю Постарайся сегодня отдохнуть, хорошо? Без поднятия тяжести и прочих глупостей Алекс вопросительно поднимает брови А я как раз собиралась поколоть дрова, придется это отложить Черт! Если тебе что-нибудь понадобится в магазине, дай мне знать по мылу Шутливо козырнув, Алекс снова пихает меня ногой Ступай, ты уже опоздал А я уже проходила через все это, не забывай А бой в комнате Джейка я клеила, когда живот у меня был вдвое больше, чем сейчас Алекс улыбается мне, и я вдруг ловлю себя на том, что не могу вспомнить, когда она в последний раз так говорила Все эти месяцы после смерти Джейка, Алекс воспринимала материнство лишь как горечь утраты Не только скорбь по сыну, но и отчаяние от невозможности иметь других детей Все это время она могла говорить о нашем сыне лишь с болью Но сейчас, возможно, ей, наконец, удастся воскресить и ту радость, которую он дарил Этот ребенок никогда не сможет стать заменой Джейку, даже если бы мы того захотели Но, быть может, он или она все-таки сможет стать искуплением И только подойдя к двери, я оборачиваюсь Какая еще печально знаменитая техника ведения допросов Смех Алекс провожает меня всю дорогу до калитки Времени уже 10.45, а Эрика Соммер все еще стоит в заторе на шоссе А-33 Она собиралась вернуться домой из Гемпшира еще вчера вечером Однако каким-то образом прогулка по берегу моря перешла в ужин А ужин перешел в лишний выпитый бокал И в половине десятого они с Джейлсом согласились, что за руль ей лучше не садиться Поэтому новый план заключался в том, чтобы встать в 5 утра и опередить понедельничный утренний час пик Но почему-то и этого так же не случилось И было уже 9 с минутами, когда Соммер наконец смогла выехать Однако она не жалуется Она улыбается, кожа ее до сих пор приятно зудит, несмотря на горячий душ и холодную машину Хотя это означает, что ей не во что переодеться И она не успеет заскочить домой Телефон пищит, и Эрика смотрит на экран Сообщение от Джейлса Читая его, Соммер снова улыбается Ее так и подмывает написать лукавый ответ насчет того, что сказал бы суперинтендант Если бы Джейлс по ошибке отправил такое ему Однако машина впереди наконец трогается Джейлсу в кои-то веки придется подождать Увидев девушку, водитель такси сначала решил, что она пьяна Еще одна дура студентка, подумал он Налокалась дешевого сидра и бредет среди ночи домой Девушка была в доброй сотне ярдов впереди Но таксист видел, как ее мотает из стороны в сторону И только подъехав ближе, он сообразил, что на самом деле она хромает Девушка была в туфлях, но на одной сломался каблук шпилька Именно это заставило таксиста сбросить скорость Это, а также то, где все это происходило На пустынной Марстон-Фэрри-Роуд За много миль до чего бы то ни было Но в то же время Оксфорд где-то неподалеку По сигнале в такси свернул на обочину к девушке По-прежнему полагая, что она пьяна Но затем он увидел ее лицо Когда поступает звонок Во всем участке, можно сказать, никого нет Куин где-то гуляет, Фауле должен появиться не раньше обеда А Гислинхэм на учебе Что-то связанное с управлением людьми, как объясняет Бакстер После чего криво усмехается и замечает, что не понимает, зачем сержант тратит на это время Все, что нужно знать на этот счет, Гис может получить от своей собственной жены Сомер только что вернулась с салатом и кофе для всех И тут звонит телефон Эверетт снимает трубку и зажимает ее плечом Продолжая набирать текстовое сообщение на компьютере Извините Внезапно восклицает она и, забыв про электронную почту, сжимает трубку Вы можете повторить это еще раз? Вы уверены? И когда это произошло? Хватает ручку и что-то черкает на листе бумаги Передайте, мы будем на месте через 20 минут Сомер оглядывается по сторонам, что-то ей подсказывает, что салату придется подождать Опять Горячие блюда она уже давно перестала покупать Эверетт кладет трубку На Марс на Фэрри Роуд обнаружена девушка Обнаружена? Что значит обнаружена? В состоянии шока, на запястьях следы от веревок, которыми она была связана Связана? Она была связана? Лицо Эверетт мрачное Боюсь, все гораздо хуже Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова